Вопреки своему тезису о том, что члены его команды безгрешны до тех пор, пока не огласят приговор суда, Хабиров не стал дожидаться итогов расследования уголовного дела в отношении своего советника по науке Руслана Казаханова, и на минувшей неделе Хабиров исключил создателя образовательного ландшафта республики из состава наблюдательного совета Евразийского образовательного центра. И, кроме всего прочего, уволил Казаханова с поста ответственного секретаря этого самого совета. Вот, все-таки, видимо, чему-то учится, дорогой Радифаритович, и начинает потихонечку подстилать соломку. А вот в сфере медицинских кадров Хабиров, похоже, еще не научился держать баланс. В республике разразился скандал, который стремительно выплеснулся за пределы нашей региональной песочницы, и речь идет о необъяснимо поспешном и, по сути, силовом увольнении одного из самых уважаемых медиков региона, главного врача госпиталя ветеранов Халила Мустафина. Халил Мужавирович уже написал заявление в прокуратуру о незаконности своего увольнения. На его стороне уже выступил Федеральный союз госпиталя ветеранов Российской Федерации, а коллектив госпиталя обратился за помощью к господину Бастрыкину. Наблюдатели связывают столь поспешное и грубое увольнение Мустафина с грядущей стройкой, многомиллиардными ассигнованиями на эту стройку. Речь идет о строительстве нового госпиталя ветеранов, который анонсировал Хабиров во время своего выступления в госсобрании. То ли 40, то ли 60 миллиардов рублей должны потратить на эту мегастройку, и, видимо, Хабиров начинает подбирать надежные кадры для контроля вот этих самых финансов. А Мустафин, судя по всему, не устраивает его по каким-то параметрам. Хотя здесь, конечно, речь должна была бы идти о профессиональных признаках, а вовсе не о той самой пресловутой верности и готовности делиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова